Всем большой привет! Сегодня среда, 31 июля. С вами видеоканал Gaming Online, и у нас для вас готов очередной выпуск игровых новостей. Humble Bundle – это международный онлайн-магазин, работающий с 2010 года, в котором можно приобрести видеоигры, программное обеспечение, комиксы, книги, саундтреки и даже мерч. Главными фишками сервиса, кроме обычного магазина, является продажа бандлов и подписка на игры. Бандл позволяет вам платить за комплект товаров столько, сколько вы хотите от доллара и больше. Чем больше сумма, тем больше уникальных товаров вы получите. А ежемесячная подписка в 12 долларов даёт вам возможность получать игр на 100 долларов и больше, а также 20% скидку на товары в магазине. И это ещё не всё. Каждый раз, совершая покупки в Humble Bundle, вы совершаете доброе дело, ведь большая часть оплаченных средств идёт на благотворительность. Переходите по ссылке в описании. После открытия предзаказов на PlayStation 5 в шведском отделении торговой сети MediaMarkt, где за приставку просят 67 000 рублей, вопрос ценообразования официально прокомментировали в Sony, где предупредили о, возможно, рекордно высокой стоимости будущей консоли, но заметили, что с этим ещё не поздно что-то сделать. Автором заявления оказался финансовый директор компании Hiroshi Totoki, который обратился к правительству США. Он подтвердил, что 96% их приставок, экспортируемых из Японии во все страны мира, производятся в Китае, с которым Америка ведёт торговую войну, обложив 25% налогом тамошний экспорт, в том числе игровые приставки. Mr.Totoki сообщает, что они ещё не приняли окончательного решения, но чтобы их корпорация не чувствовала нового налога, им придётся поднять цену консоли, и в конечном счёте пострадают простые покупатели, которым придётся платить больше, и они продолжат играть на PS4. Кстати, на фоне предзаказов по 950 евро в сети прошло голосование на тему желаемой цены PS5, по итогам которого, набрав 30% голосов, победил результат в 400-450 евро. Именно столько готовы заплатить люди за новую приставку от Sony. Но, судя по всему, всем желающим обладать ей придётся выложить куда более существенную сумму. Создатели Call of Duty Modern Warfare умудрились влезть в ещё один скандал. И, похоже, они сделали это умышленно, поскольку для них, что не скандал, то реклама. Хорошими делами прославиться нельзя, поэтому в новой части Зоводолга будут фосфорные бомбы, которые появятся в сетевом режиме этого шутера в качестве наград за серии убийств. За так называемые килл-стрики игрок сможет получить подкрепление в виде боевого Джаггернаута, лёгкого бронетранспортера с пулемётом и этих самых фосфорных бомб, которые будут вводить сумятицу в боевые порядки противника, сжигая всё вокруг. И всё бы ничего, да только этот самый белый фосфор является одним из самых противоречивых средств, которые можно использовать в войне, наподобие Напалма, Агента Оранж или всевозможных газов. Его применение на войне пытается запретить всевозможными конвенциями более ста лет, но безуспешно. И прямо сейчас официальные учётные записи игры осаждает критикующие, которые, не сдерживаясь в выражениях, а то и желая разработчикам самим ощутить на собственных шкурах действие этого вещества, обвиняют Call of Duty в бесчеловечности, цинизме и абсолютной жестокости, чего сами разработчики, похоже, и добивались. Wolfenstein Youngblood получает первый патч после выхода. И знаете, что он исправил? Удалил Denuvo, поправил оптимизацию или поборолся с техническими проблемами? Вовсе нет. Обновление на 160 Мбайт заблокировало работу Cheat Engine. Программки при помощи которой геймеры накручивали себе миллионы монет, на которые делали все необходимые приобретения во внутриигровом магазине, и необходимые тоже. Как сообщает СМЕС, теперь Cheat Engine не работает. Таким образом MachineGames, а также Bethesda ясно расставляют приоритеты. Люди должны делать покупки в платной игре. К счастью, тех, кто накручивал монеты и скупал всё, что было в магазине, не банят. Пока не банят, а как будет в будущем – неизвестно. Равно как и неизвестно, стоит ли ожидать усложнения процесса заработка монет, в случае, если разработчикам покажется, что люди не особо-то и спешат тратить на микроплатежи реальные деньги. В Doom Eternal, судя по всему, также будет магазин. Но там, поскольку эта игра у нас с большим упором в мультиплеер, за читерства, возможно, могут и забанить. Когда у вас не очень много денег, но вы хотите сделать по возможности хорошую игру, то нужно делать стратегию без особой 3D-анимации, но с глубокими механиками и широкими возможностями. Именно по такому пути пошла скромная московская студия GameTrack, которая вместе с 1S готовит к релизу глобальную стратегию под названием Тайное правительство, которую следует ожидать уже в октябре. Судя по свежему анонсу, нас ждёт действительно что-то интересное. Поклонникам стратегии от Paradox, а также игр типа Civilization рекомендуется взять этот проект на карандаш, поддержав таким образом отечественного производителя. Тайное правительство – пошаговая стратегия о секретном сообществе, которое сотни лет управляет всеми государственными делами на планете Земля. Эдакое надгосударственное управление с иллюминатами, масонскими ложами и, возможно, даже рептилоидами. При этом игра предельно серьёзная и не имеет желания кого-либо развеселить. Ну и да, тут есть сюжет, который начинается с 17-го века. Игрокам предложено осуществить ряд самых громких войн и революций. К счастью, русский язык в игре есть. Консалтинговая компания John Paddy Research, специализирующаяся на изучении рынка высоких технологий, опубликовала очередной отчёт по изучению рынка персональных компьютеров, главная мысль которого была следующей. Несмотря на некоторую стагнацию мировой экономики и отдельные проблемы типа торговых войн между странами, ПК-рынок продолжает упорно расти. Правда, в период с 13-го по 16-е года была заметно лучше, но всё равно прогресс есть. А вот виртуальная реальность всё ещё не может набрать обороты, которые ей прочили отдельные эксперты. Более того, аналитики прямо говорят, что не стоит связывать рост продаж персональных компьютеров и оборудования для них с VR-технологиями, которым сам бы кто-нибудь помог. Ещё сказано, что ПК-рынок не составляет даже половины от рынка мобильного. Но, несмотря на это, мобильный рынок начнёт уменьшаться, и к 2022-му вернётся к рубежам года 18-го. О чём это говорит нам – простым геймерам. О том, что ПК, как игровая платформа, живее всех живых, что предпочитать ему консоль не стоит, и что разработчики видеоигры будут всё чаще и чаще стараться выпускать игры и на ПК, в том числе. В сети начали появляться первые обзоры на Madden NFL 20 – симулятор американского футбола от Electronic Arts, который уже вышел на консолях на ПК выйдет 2-го августа, по случаю чего игру принялись оценивать. На данный момент всё как обычно, то есть очень плохо. Оценка в районе 4-х баллов от геймеров и посредственной оценки от журналистов. Именно последний нас и интересует, причём в весьма специфическом виде. Поскольку американский футбол у нас абсолютно не популярен, он вообще нигде не популярен, кроме США, то рецензия для нас представляет интерес не с точки зрения обзора игры как таковой, а с точки зрения отношения Electronic Arts к своему делу. В частности, FIFA 20 получится такой же отстойной. И издание Twinfinite, поставившее игре 7 баллов, однозначно в своём вердикте. Новая Madden и неплохая, но и нехорошая. Это та же самая игра, что и в прошлом году, но с небольшим обновлением, за что в общей сложности предлагается отдать 60 долларов. При том, что если у вас в прошлой части имеется многолетняя одиночная карьера, то вы её загубите, ибо переносов сохранений здесь нет. В итоге, автор обзора заявил, что спортивные игры Electronic Arts топчутся на месте, и лично он бы не рекомендовал игру к покупке. Поклонникам FIFA приготовиться. Чем больше проходит времени, тем прочнее укореняется классика – легендарные игры, в которые продолжают играть спустя десятилетия. Diablo – одна из них. И если для вас этот бренд не пустое место, то мы рады сообщить вам о том, что самая первая часть теперь стала доступна для запуска прямо в браузере. При этом, речь идёт о самой что ни на есть официальной версии, а не о каком-то там моде. При сотрудничестве с Blizzard игру портировала студия ReeveSoft. Последняя давно сотрудничает с Метелицей. В частности, она помогала делать Diablo 3, а теперь вот браузерная классика. Правда, если у вас нет оригинальной Diablo, то вам будут доступны только две первых области первого подземелья, и один из трёх геройских классов. Рассчитано бесплатное ознакомление на 20 минут, для чего нужно будет скачать порядка 50 мегабайт. Если же Diablo есть, достаточно версии из магазина GOG, то вы сможете без проблем сыграть в неё. Возможно, даже на мобильных устройствах, если, конечно, диагональ дисплея позволит точно тыкать пальцами во врагов, при том, что картинка имеет оригинальный формат 3х4. Доступна игра на Diablo.RivSoft. Многие из нас ждут выхода новых интересных игр на ПК. Вот, например, Death Stranding, одна из таких. Однако, в этом ноябре игру вряд ли стоит ждать, где-то кроме PS4. Но есть и хорошие новости. 21 ноября на ПК выйдут гонки с котом Гарфилдом, которые могут стать отличным подарком для вашего ребёнка, которому хочется поиграть во что-нибудь, но вы боитесь, как бы он не научился плохому в современных видеоиграх. Хотя, если честно, в Garfield Furious Kart Racing вполне может сыграть и взрослый человек. Считающий себя геймером. Мы ещё не видели геймплея, но то, что показано на скриншотах, выглядит отлично. Очень напоминает гонки с Марио. Сплошной позитив, юмор, смешные картинки и ощущение скорости. Наверное. Разработчики обещают три режима, мультиплеер на четверых, включая разделённый экран, 16 раз, 8 персонажей, 9 бонусов для атаки и защиты, а также возможность настройки внешнего вида героев. Русскоязычной локализации, что характерно, нет, но вряд ли это станет большой преградой для тех, кому хочется немного впасть в детство. Особенно, если в этом самом детстве о подобных играх приходилось только мечтать. Ну, а Death Stranding, конечно, выйдет на ПК когда-нибудь, но этого придётся немного подождать. Ну, а теперь блиц новости. FIFA 20 ещё далека. Да и не факт, что её стоит покупать, поскольку отличий от FIFA 19 минимум, и игра совсем не кажется похожей на что-то действительно новое. Тем не менее, для поклонников футбольных симуляторов уже приготовлено нечто новенькое по-настоящему. Этим чем-то является Pro Evolution Soccer 2020, демоверсия, которая уже выложена в Steam. В демке имеется 14 клубов, среди которых есть Barcelona и Arsenal, а также целый ряд команд из Южной Америки. Кроме того, там есть режим редактирования и возможность сыграть в кооперативе. Правда, очень похоже на то, что на версию в Steam, во всяком случае пока, действует некое региональное ограничение. И скачать игру прямо сейчас IP-адреса в России нельзя, в то время как в Америке в неё уже играют полным ходом. Поклонники Fortnite обеспокоены. Похоже, что в новом сезоне в их любимой игре появятся механоиды. Судя по тизеру, очень похожи на те, какие были в Titanfall. Создатели Fortnite, в принципе, не чураются заимствовать идеи. Они уже добавляли систему меток из Apex Legends. Да и сама игра вся является почти полным плагиатом PlayerUnknown's Battlegrounds. Поэтому возможному копированию механики вызова Титанов из Titanfall не стоит удивляться. Но, в любом случае, вне зависимости от плагиата, в игре скоро появится новое двуногое транспортное средство, которое наверняка внесёт в геймплей кучу свежих ощущений. Ну, и похоже, что будущее Need for Speed, которое должно выйти этой осенью, будет называться Need for Speed Heat, то есть жара. Об этом сообщили люди, увидевшие данную игру на одной из страниц магазина Game War. Там были две версии для PS4 и Xbox One, каждая из которых стоила по 68 евро. Как только информация начала распространяться, магазин удалил данный проект, однако скриншоты всё равно были сохранены. Ну, а что до отсутствия рекламы и внятного геймплея, то в Ghost Games ещё в мае сообщали, что предпочитают сконцентрироваться на качестве самой игры, а не на её рекламной кампании. Такими вот получились все самые актуальные, интересные и не очень игровые новости на текущий момент. Всем спасибо за внимание, и до новых встреч.